Сочи, Сочи Однажды в городе Эс среди художников был объявлен конкурс в середине 60-х. Но тогда же едва ли не сразу он и завершился, так и не начавшись. И никто не откликнулся совершенно, ни из профессиональных, ни из самодеятельных художников, потому что никто не знал, как это делается, и как это должно быть, и все это. Ничего удивительного, ведь сочинским художникам тогда предлагалось создать то, с чем никто из них не сталкивался никогда. Главный символ курорта – герб. В те годы не только Сочи, но и многие советские города не имели своего герба. Тогда вообще мало кто знал, что такое геральдика. Лишь с приходом хрущевской оттепели герботворчество стало возрождаться на местах. Общеизвестно, что сочинский герб появился в 60-х. А кто был инициатором его появления? В Сочи первым о гербе заговорил Бажанов. Он объявил даже конкурс на создание герба. Тот самый, не состоявшийся. Кстати, в те годы не было таких понятий, как мэр или глава. Первое лицо города именовалось председателем горисполкома. Эту должность в Сочи в 60-х и занимал Петр Игнатович Бажанов. Любое начинание он всегда доводил до завершения. История с конкурсом не исключение. Да, он провалился, но герб все равно появился. Правда, уже вне конкурса. А как получилось, что именно вы стали автором герба Сочи? Бажанов написал нашему директору Лялину. Директору Лялину. В общем, поручено это было мне. Изначально выбор не случайный. К тому времени за плечами Елизаветы Травиновой Харьковское художественное училище и уже в творческом багаже опыт, мастерство, признание. И вместе с тем над созданием герба художник Травинова трудилась не одна. А кто был у вас помощником? Воротынцев Михаил. Он умер несколько лет назад. Ну, если говорить в целом, то сколько времени заняла эта работа? Полтора года, конечно, это было. Полтора года. Елизавета Викторовна, ну, как приходилось сработать-то? Не просто, наверное, из головы взяли какие-то образы? Нет? Ну, конечно, нет. Тем более, что о геральдике, в общем-то, мало мы все знали тогда. И пришлось мне обратиться в Ленинград, в библиотеку Салтыкова-Щедрина с просьбой рекомендовать какие-то книги. И вот прислали мне целый список. И было сказано так, чтобы я выбирала то, что хочу, и посылала, сообщала об этом. И они присылали на нашу центральную библиотеку эти книги. Причем это все совершенно бесплатно было. Давайте вспомним, что вы же не просто так дома с книжкой лежали на диване. Нет, конечно, я в читальном зале. На руки не выдавали? Нет, ну нет, только, то есть мне могли дать там в руки, но с тем, что я тут же войду в читальный зал, и там сижу тихо. Посетители читального зала и не догадывались, сколь важный творческий процесс идет здесь. Мучительный, сложный, незримый. Во имя и для города-курорта Сочи. Там я читала, выписывала, иногда рисовала. Иногда делала кальки, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как может быть, как могут выглядеть гербовые щиты, фигуры гербовые. Современных-то средств не было? Да. Копировали. Не раз еще, да. Когда я заканчивала работу с этими, библиотека сама отправляла в Ленинград эти книги, а я заказывала следующие. Наверное, среди этих книг есть самая, скажем так, ну, самая любимая, что ли, или какая из них оказала самую большую помощь и пользу. Главная, наверное, которая помогла больше всех, это была книга Арсеньева. Лекции, читанные в Московском архитектурном институте в начале века, что-то в 908-м, 9-м или 7-м, 8-м году. Это специфические лекции, да? Да, да. Вот там, там это, вот такая толстенная книга. Ой, вы до сих пор помните. Она, конечно, да. Так вот скажите, вот этот вот самый читанный билет, да? Вот с тех пор я сохранила этот самый билет, потому что читали в семье все, всегда, и я с самого детства тоже. Изучение Геральдики оказалось делом увлекательным и полезным. В одной из книг Елизавета Травинова даже нашла описание символики своих предков. Что же касается символики города, то чем больше читалось, тем больше рисовалось. Потому и появился герб Сочи аж в 30 вариантах. Елизавета Елизавета, вот я вижу, здесь у вас такая папка интересная. Насколько я успела понять, именно здесь находится самая главная ценность. Вот одна из самых главных ценностей, вот это эскизы, да? Да, эти эскизы, что были представлены на худсовет по окончании работы. И все разные? Да, ну, конечно, да. Это сколько фантазии надо было, чтобы... Ну, это полтора года, конечно, работы было вместе со всеми предварительными чтениями там. Ой, такие интересные все. Дерево дружбы участвовало в этом. И с той же Мацестой, без Мацесты, конечно, какое-то, да? Это главный символ курорта нашего был. И все это. А любимый-то у вас был какой-то? Вот еще. Любимый был образец? Нет, я не помню. Наверное, все достаточно дорогие были, потому что каждый раз надо было придумать что-то. А они единственные экземпляры у вас? Да. Ой, ну, роскошные. И сохранились как новенькие. В процессе работы тоже показывались неоднократно Бажанову. А скажите, а когда вы приходили в кабинет к Бажанову для обсуждения вот своей работы, своего будущего герба, вообще каким он был? Он там давлел, руководил вами, прислушался как профессионал? Нет, нет, совершенно с пониманием и с уважением, я бы сказала, даже так это все делалось. В результате из трех десятков эскизов был выбран самый первый – 30 марта 1967 года. 15 мая того же года он утвержден окончательно. И это было замечательно. У города Сочи наконец-то появился свой собственный герб. Ход совет одобрил, депутаты приняли, председатель горосполкома Бажанов не возражал. Я помню, как он показывал, держал это большое изображение, которое сейчас в Музее истории города. И потом читал описание герба. Извините за такой вопрос, но я все-таки не могу не спросить. А какое-то вознаграждение за ту работу вы тогда получили? Да, да, мы получили, причем это тоже, мы, конечно, не осмеливались не сами придумать и сказать. Это прямо от администрации были перечислены 700 рублей на двоих, но разделили их. На двоих с вашим помощником, да? Да. А куда вы их потратили? На семью, на дочь, дочка росла там. Сумма вознаграждения по тем временам немалая. Советский рубль надежен и крепок, 16 копеек, буханка хлеба. Но в период работы над гербом во главе угла стояли не денежные знаки, геральдические. По рисункам, понимаете, вот тут вот все понятно. В серебряном поле вот горы, вот пальма, которая на нашу экзотическую растительность символизирует, солнце. А почему солнце внизу? А потому что солнце, расположенное вот в этих полях, имеет совершенно другое значение. А расположено, это называется в правом нижнем иглу, хотя вы смотрите как бы слева, но геральдики считаются от несущего щит. Ну, считаются эти правая и левая стороны. И солнце, расположенное в правой нижней части, означает, называется восходящим солнцем. Ну, и как символ развивающегося курорта. Мацеста, сердце, это сердцевой щит. И вот в нем помещено, как сердце курорта Мацеста. Теперь здесь листик, веточка чая и веточка лавра. Тоже, как символы нашей промышленности, все-таки краснодарский чай тогда был знаменитым. И нашей экзотической растительности. Ну, серп и молот. Все остальное. И девиз, вот девиз, надо сказать, я написала в первом варианте, написала, все для народа. И Бажанов поправила, сказала, здоровье народу, девиз, должность, здоровье народу, вот символ нашего курорта. Ну, все убрали. Не все и не сразу. В своем первозданном виде просуществовал герб 20 с лишним лет. Не стало Советского Союза, исчезли пролетарские символы серп и молот в начале 90-х. А в конце вдруг некто углядел, что герб курорта устарел. И вот однажды. Ко мне обратился какой-то молодой человек, который представился помощником, ну, какого-то служащего в администрации. Причем он не художник, сам он ничего, я еще пожалею, не стану называть его фамилию. А вот тот образец новоявленного символа Сочи Елизавета Викторовна скрывать не стала. Вот он привез вот такой герб. О! Можете себе представить, вот такого крокодила, пожирающего, такое впечатление, что пожирающий. Оказывается, он, видите ли, несет нам какой-то жестяной бидон, такое впечатление. Новый герб, значит, для Сочи. Сочи, жемчужина Черноморья. Он с вами советовался? Нет, конечно, нет. Привез оттуда, из Ленинграда. А зачем? Простой и понятной оказалась цель визита. Добродетель от Геральдики ее озвучил открыто. Дескать, городу, ну, просто необходим новый герб. И в историю Сочи он должен войти не под двумя. Под тремя фамилиями, моей собственной и третья еще фамилия того, какого-то ленинградца или москвича. А ваша фамилия первая стояла? Да. И, в общем, я отказалась решительно и думала, как будет, так будет. А потом было, что есть. Прежний герб остался и уже в начале 2000-х дважды переутверждался. Новым его не назовешь, но и старым тоже. Иными стали, утверждает художник Травинова, отдельные детали. Исчезли девизная лента и его внешние украшения. А следом гербовое изображение украсило и сочинский флаг. Он же переделался без вашего участия или с вашим участием? Нет, конечно, без. Нашли, нужно поправить все и утвердили. Вот я вам этот показала где-то. У вас даже есть свидетельство? Утвердили. Нет, не нашли нужным даже. И сегодня Елизавета Викторовна не со всеми изменениями соглашается, но ни на кого не обижается. Новое время – новые требования. Это она отлично понимает. Только слегка недоумевает. Почему же так, без авторского ведома? Но ответ на этот вопрос давно не ищет. И вместе со старыми эскизами герба бережно хранит регистрационную копию нового свидетельства Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Герб – это не единственное, что вы создали в своей жизни, правильно? Ведь вы же профессиональный художник. Конечно. Ваша работа есть в музее, да? Да, в трех музеях России. Елизавета Викторовна поскромничала, а мы добавим. Есть они еще в частных коллекциях. Ведь в жизни художника Травеновой было немало выставок, включая персональные и зарубежные, городские и зональные. Я помню, что приезжал дважды, по-моему, сюда, выставком, большим этим выставком нашим, зональным, эти зоны юга. Я, конечно, не хвастаюсь, но просто мне очень дорого это воспоминание. Был такой художник Мордовин. И он сказал, что мне хотелось бы сказать, что мы знаем Травенова как художника, вот я помню буквально каждое слово, как художника с устойчивым авторитетом. Но то, что она показала сегодня, по-моему, достойно аплодисментов. И, вы знаете, ну и, конечно, забыть не могу этого, когда весь выставком, вот это там художники, московские, из каждого большого города, в которых вот выставки проходили эти зональные, и Владикавказ, и Нальчик, и Краснодар, Ростов. Талант художника, тот талант, который у вас, он откуда? У вас в роду кто-то был? Вы знаете, все-таки, конечно, в крови что-то было, потому что бабушка рисовала всегда много, и мама. А скажите, а вы откуда всегда черпали вдохновение? Вообще, что такое вдохновение? По-моему, любовь к природе. С детства, наверное, вот приучено видеть вокруг себя природу, и отсюда и радоваться, и любоваться, и все. Она всегда и любовалась, может, потому в свои 90-е и не утратила тягу к прекрасному. И мыслит все так же образно и ясно, читает без очков, на память не жалуется, чего, правда, не скажешь о здоровье. Из квартиры почти не выходит, потому ничего и не знает о судьбе своих работ, оставленных в мастерской. Стены дома картинами не увешаны, ни к чему, считает Елизавета Викторовна. И среди них не оказалось тех, которым у нас был особый интерес. Это виды старого города С. Авторская галерея 60-х «Мой Сочи» сохранилась, но лишь в фотокопиях, к тому же черно-белых, не способных передать особое видение художника Травиновой. Именно оно однажды и вписало в историю города его главный символ – герб Сочи. Вы, наверное, очень, и, что самое главное, по праву гордитесь тем, что судьба вам подарила такую замечательную возможность оставить такой замечательный след в истории города Сочи. В общем, конечно, приятно это все-таки, но я думаю, что мало кто знает об этом. А мы напомним еще раз и прямо сейчас. Итак, однажды в городе С произошло важнейшее событие. Курорт Сочи обрел свой герб в 67-м. Его авторы – художники Елизавета Травинова и Михаил Воротынцев. Инициатор появления – руководитель курорта Сочи тех лет Петр Бажанов. Мы присутствовали при этом во второй половине этого зала. Мы в первом ряду сидели. И он сказал, что в зале авторы есть. И, значит, поднял меня и помощника моего. Ну и, в общем, приятно. Знаете, на всю жизнь, конечно, это запоминается, эти дружные аплодисменты депутатов и все это. Ну, так уж сложилось, что сейчас здесь аудитории здесь нет. Но, тем не менее, это не значит, что аплодисменты не прозвучат. И они уже звучат. Спасибо. Спасибо, дорогие. А ты для всех наших зрителей. Спасибо.